здравствуйте что же начнем но не буду рассказывать что мы тут делаем все так знают кто приходит не постараюсь первичную этот настройку немножко сократить меньше говорить давать больше пространство для вашей для вашего внимания самостоятельно так начнем со звука гонга слушая сначала звук потом когда он уходит продолжая слушать можем осознавать само слушание пространство открываясь к нему этому слушанию а ну и 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 Можем обратить внимание на этот процесс слушания более открытого, может быть мягкого, присутствия в своем слухе. И затем, если мы сместим внимание в визуальный канал, просто введем взглядом пространство, вспоминая его трехмерности, что у нас есть вверх, вниз, право, лево, ближе, дальше. Встречаясь с объектами в этом пространстве, мы тоже можем встречаться с ними, мягко касаясь взглядом, оставаясь какое-то время с ними. Встречаясь, вставаясь, в этом раз вставаясь, чтобы встретиться с новым объектом. При этом замечая, что любой объект находится в пространстве, в окружении других объектов, в отношениях с ними. И мы тоже в этих отношениях, мы включены в это пространство. Можем это замечать. Пока мы так оглядываемся, я предлагаю осознать так же, а действует ли на вас это как-то. Вот вы просто оглядываете в своем пространстве. Что это за переживание? Сейчас. Хорошо, давайте сейчас посмотрим прямо перед собой. Увидим объект какой-то. Какое-то время побудем с ним. Замечаю, что он сам по себе тоже не постоянен в нашем взгляде, а как-то проявляется лучше, больше, с каждым мгновением, пока на него смотрим. Какие-то детали прорисовываются. Мы их замечаем. Сам процесс вот этого проявления объекта в нашем внимании. Можем замечать его. Интересен ли вам? Интересен ли сам процесс проявления объекта в вашем внимании? Хорошо. Если мы сейчас на мгновение отпустим внимание, так, чтобы взгляд расширился, могли увидеть пространство открыто, широко и расфокусировано. Как это переживается? В чем разница с предыдущим опытом? Если мы позволим взгляду опять естественным образом собраться к какому-либо объекту, к тому же или к другому перед вами, как это переживается. Мы делаем такие маленькие эксперименты с вниманием. стараясь замечать, что они делают с нами в этот момент. В какой-то момент давайте закроем глаза, просто позволим закрыться. И это еще один маленький эксперимент, еще одно маленькое действие, которое мы произвели. что происходит дальше с вами, какой опыт вы переживаете сейчас, что проявляется во внимании, в поле внимания, еще не тело, мысли, чувства, звуки слышнее. Давайте сейчас обратим внимание на то, что мы называем общим состоянием в своем настроении, состояние, с чем вы входите в практику, это внутренняя погода, как я это называю, какая она. Мы будем к ней возвращаться, к этой погоде, замечая ее изменения на протяжении нашей практики. Сейчас вздохнем, несколько раз повздыхаем, поглубже, когда более глубокий вдох и потом долгий выдох спускающий. Можем чувствовать, как вот такое маленькое действие действует на нас, оказывает ли какое-то действие. Какой вздох, как будто вздох облегчения. Делает ли он что-то с вами. Потом позволим дыхание успокоиться, сделаться таким, как оно хотело бы сделать и заметить, каким оно становится. И затем опустим внимание в таз, в точке опоры. Можем почувствовать ягодицы, промежность, все мышцы в области таза. Пока мы остаемся с ними, как чувствуется и меняется ощущение плотности соприкосновения с опорой. И оказывает ли вот это ощущение изменения веса, если вы его чувствуете, это воздействие на ваше общее состояние. И затем начнем подниматься вверх. В позвоночнику чувствую, что это меняется. Как это воздействует на нас также. Что происходит с дыханием, когда вы доходите до грудной клетки? С плечами что происходит? И потянемся за макушкой головы. Вытягиваясь именно за макушкой, так чтобы вся спина потихонечку тоже вытягивалась за ней. Как это переживает сейчас? Как дышится? Затем соединим макушку и таз в своем внимании. Вес тела по-прежнему стекает вниз сквозь тазовые кости. Макушка мягко растет, тянется вверх. Позвоночник тут проявляется естественным образом. Мы можем покачаться. Я предлагаю прям покачаться вперед-назад. Позволяя себе чуть падать назад, заваливаться спиной. Потом вперед. Чувствую, как это происходит. Как вы это переживаете. Потом найти середину. Чтобы тело ее нашло. Как середина переживается. Центр. Затем позволим этим трем аспектам уравновесить друг друга. Тяжелый таз. Прямой позвоночник. Макушка головы устремлена наверх. Добавим еще живот, как четвертый аспект. Отпускаю. Позволяем дышать. И пусть эти четыре зоны внимания действительно как-будто договариваются друг с другом. Мы можем просто быть с телом как с единым целым. И можем почувствовать и осознать общее состояние опять. Когда мы так выстроили позу специальным образом. Влияет ли это на ваше состояние? Хотя бы чуть-чуть. Если да, то как именно. Затем я предлагаю, если для вас это удобно. Всего лишь на несколько мгновений положить одну руку на живот, другую на грудь. Почувствовать эти прикосновения. Опять заметить, влияют ли они как-то на вас. Что сейчас чувствует дыхание больше? Грудь или живот? Как чувствует соприкосновение? Потом как будто посылая такой импульс. Воображаемый импульс от рук в глубину куда-то себя. Можем спросить, зачем я медитирую? Или что я хочу воплощать этой практикой? Что я ей уже воплощаю? Зачем я даю, отдаю это время, свое время, время своей жизни этой практике? Почему это для меня важно? Можем послушать какие-то ответы. Затем снова положить руки удобно. Еще раз вернуться к этим четырем аспектам. Проверить их. Тяжелый таз. Вертикальный позвоночник. Макушка головы очень мягкая, нежная. Так всплывающая вверх. Живот. Чуть более расслабленный, отпущенный вперед. И движущийся в месте дыхания позволяет ему двигаться. Вставляя часть внимания в этом утилешенном переживании. Тель как в целом. Давайте еще пройдем по отдельным участкам тоже. Чувствуя, что в них меняется, пока мы остаемся с ними. Глаза, мышцы вокруг глаз. Пространство за глазами. Нижняя челюсть. Если мы ее отпустим, позволим повиснуть. Просто чувствуя вес челюсти. Как это перерывается. Как чувствуется. Влияет ли вот это отпускание челюсти на ваше дыхание прямо сейчас. Язык во рту. Если мы его почувствуем весь от кончика до корня. Губы. И все лицо. Кожа, мышцы. Все лицо. И потом затылок, шеи, плечи. Немножко побудем с плечевыми суставами. Чувствую, как они участвуют в дыхании. Поднимаются, опускаются. Едва заметно может быть. Эта макушка продолжает мягко всплывать вверх. Руки от плечевых суставов до пальцев. Можем почувствовать, как руки просто лежат спокойно. Ничем не заняты. Можем чувствовать их вес, опору. Руки. Можем быть чуть больше спокойствия в руках. Спина. Как спина дышит, как она движется прямо сейчас. Когда спина прямая, позвоночник прямой, то дыхание, особенно выдох, может помогать лишним напряжением просто стекать вниз с каждым выдохом. Вообще дыхание, переживаемое в спине, может чувствоваться как такая поддержка сзади. Поддержка чего-то живого, движущегося. И распространяем внимание на всю грудную клетку, включая ребра, как они тоже поднимаются, опускаются, расширяются, спадаются. Редняя стенка, спина, все вместе, весь объем грудной клетки. И солнечное сплетение, живот. Всякий раз, если живот вы обнаружите втянутым, то позволяйте ему чуть-чуть отпуститься. Пах, промежность, еще раз, ягодицы, ощущение плотность, соприкосновение с опорой. Можем чувствовать, как вес всего тела стекает в эту поверхность, на которой мы сидим. Таким естественным образом стекает и тело может опускаться, усаживаться, а макушка при этом по-прежнему мягко растет вверх. И ноги от изобедренных суставов к стопам. Все тело как единое целое, мы снова можем вернуться к телу как к целому, к этому переживанию себя сидящими. всем телом, как гора сидит, стойчиво, стабильно. Ее макушка растет к небу, а корни этой горы уходят в землю. При этом эта гора дышит. Мы можем найти удобный способ дыхания, точнее удобное пространство дыхания, где вам хорошо и удобно. куда удобнее возвращаться, если внимание отвлекается на что-то еще. Может быть небольшой участок в ноздрях, в животе, в спине или в груди. Или весь поток дыхания. давайте сейчас немножко погуляем по всему дыханию, всем этим пространством дыхания. Замечая где и как вам удобно быть с ним, чувствовать его, переживать его. Мы можем взять или брать по одному дыхательному циклу, просто как отрезок времени, с которым удобно быть опять же. и прожить прямо хотя бы один дыхательный цикл от начала до конца. Чувствую его оттенки на каждом этапе. как движется вдох, выдох, пауза. Следующий. Хорошо. Сейчас давайте немножко расширим восприятие, продолжая чувствовать себя в теле, в дыхании и с дыханием. Вспомним еще раз о слушании, что оно уже сейчас есть. Слышите мой голос, какие-то еще звуки, в целом пространство. В этом слушании сейчас раздастся звук гонга, и мы можем послушать его как приходящий такой феномен, глящийся, тающий, уходящий. Слушание при этом продолжается. Можем это замечать, вставляя часть внимания в теле и в дыхании. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы еще раз можем вспомнить о своем состоянии, в общем, какое оно сейчас. Прошло больше 20 минут практики. Как вы сейчас себя чувствуете, переживаете? Влияет ли этот процесс обращения внимания на себя, на разные аспекты того, что мы называем собой текущее переживание? Влияет ли как-то на вас, повлияло ли, как вы сейчас? Дальше я предлагаю еще на какое-то время снова положить руки одну на грудь, другую на живот, если для вас это удобно. Если неудобно, то можете не класть, как вам удобно. Это само это прикосновение. Сначала можем его почувствовать как просто физическое. Потом куда-то внутрь обратить. Такой опять же импульс. И, может быть, у вас найдется там внутреннее чувство, которое можем назвать чувство Я. Я есть. Чувство Я есть. Оно может предшествовать тому, какой я, какая, кто я. В этом чувстве Я, может быть, Я есть, может быть, нет определенности. Но вы знаете при этом, что вы есть. Вот чувство Бытия прямо сейчас. Я здесь, я чувствую себя. Это если мы, если вы как-то переживаете такое вот, какое-то переживание. Я есть. Я здесь. Мы можем как будто бы из него напомнить себе, как же, о чем мы не знаем. Снова. Можем вспомнить, как многого мы не знаем о мире, о других людях, о себе. Мы знаем, что мы есть. Вы знаете, что вы есть. Можем вспомнить о том, как многого мы не сможем узнать о мире, о себе и о других людях. Но мы знаем, что мы есть, и мы можем узнавать о мире, о себе и о других людях. Это какая-то точка на границе знаемого и незнаемого, в которой мы находимся прямо сейчас и в каждый момент жизни. Можем возвращаться к ней, памятовать о ней. Это не обязательно делать, включая слова какие-то. Это может быть такое переживание. Знаю, что я есть. Я так многого не знаю о себе и о других. Могу ли я познавать? Важно ли мне познавать? Как это происходит? Прямо сейчас. Кто я и что для меня важно? Прямо сейчас. Затем можем, вставляя вот это слушание, вопрошание какое-то внутреннее, может быть бессловесное. Если вам удобнее снова положить руки, снова их положить удобно. И еще какое-то время можем просто слушать жизнь, как она течет. Через дыхание, через ощущение, через слушание. Если вам при этом захочется, если вы почувствуете, что так будет для вас лучше, можете приоткрыть глаза и видеть с открытыми глазами. Еще какое-то время давайте просто посидим вот так, единственным якорем для возвращения внимания. делая само присутствие в контакте с тем, что сейчас происходит. С любым объектом, феноменом, который проявляется в вашем сознании. Можем слушать, чувствовать, замечать мысли, если они приходят. Отпускать все это. Просто слушать. Просто слушать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Прошло 40 минут практики... Как вы сейчас? Как на вас это подействовало? Что важного из этого вы могли бы перенести в сегодняшний день, если он у вас начинается, или завтрашний, если сегодняшний заканчивается, и вообще в свою жизнь? К чему было бы полезно возвращаться, о чем памятовать, если есть что-то полезного для вас в этой конкретной практике? В этом небольшом путешествии, 40-минутном, чтобы вы могли переносить свою жизнь в ее повседневность, что важно. Можем вспомнить про сегодняшний день, или завтрашний, если сегодняшний заканчивается. Подумайте о нем как о таком пространстве, где нам предстоит осуществить, воплотить себя, проявить себя. Какого ли какого себя хотелось бы воплощать? Что было бы важно воплощать собой? Как жить этот день? И все эти вопросы ведут нас по дню и по жизни. Давайте сейчас себя погладим, особенно тех участков, которые как-то призовут ваши руки, чтобы чуть дольше в них задержаться. потянемся, подвигаемся, как-то разомнемся еще. В какой-то момент, если глаза закрыты, откроем их, оглядимся, пространство увидим его, встретимся с ним, как оно видится сейчас. Так же, как в начале или по-другому. Давайте 10 минут посвятим творческому отклику. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавляйте и пишите свои заметки сюда и в хайкубот, если тоже хотите. Сегодня у меня на экране пустые пространства, пустые пространства, окна, некоторые появляются все-таки. Итак, я, знаете, хотел бы сегодня начать с такого, с маленькой истории, которая в дзенской традиции называется Куан. Ну, Куан, знаете, для тех, кто у всех тут у нас разный опыт контакта с дзенской традицией, вообще с буддизмом, кто-то вообще ничего про это, очень мало про это знает. Куан в традиции дзен-будизма – это такая, может быть, либо маленькая история, обычно про отношения между учеником и учителем, либо просто двумя дзенскими практиками, обычно это какие-то диалог. Но также, то есть это такая основа всех этих Куанов в диалогах между практиками дзен. Но в течение столетий развития этой традиции в некоторых школах, конкретно там в Ринзай-школе, эти истории превратились в такую медитативную практику. То есть берется какой-то небольшой кусочек, основной вопрос этой истории, и человек, там, учитель, преподаватель дает это своему ученику, и тот об этом думает. Встречаясь с этим вопросом, и очень часто этот вопрос ломает логику, какую-то логику истории. И вот здесь очень важно, мы говорили про то, что мы осознаем реальность в основном через историю какую-то, в смысле в ней есть определенный сценарий. Это наш способ взаимодействия с реальностью. Мы пишем историю из прошлого в будущее, вот я постоянно об этом говорю, повторяю, и вот если мы посмотрим, ну вот любое художественное произведение, такое вот, роман, кино, там такое, да, литературное, или вот там кинофильм, или спектакль, там есть свой сюжет, свой сценарий, и скажем, ну какой-нибудь, давайте возьмем там, не знаю, «Звездные войны». Вот сейчас у нас война, соответственно, война, вот «Звездные войны». Вот там этот Дарт Вейдер, там, значит, он сражается там со своим сыном, и тут, ну и как-то это развивает сюжет, и тут, значит, приходят хоббиты, а вместе с хоббитами Колобок и Штирлиц, да. Ну и вот, собственно, когда я привношу эти фигуры, и у нас ломается сюжет вот той истории, да, то есть каждая история, она строится по своему сюжету, там есть свои герои, и она должна двигаться в своей логике. То есть я не могу принести из другого произведения, из других совершенно историй их каких-то героев. То есть это сломает всю логику. Тогда превратится абсурд. Вот, соответственно, в литературе, в циническом искусстве, но есть еще жанр абсурда. Это вот как раз, когда все смешивается, да, когда какая-то логика, намеченная логика истории, она вдруг ломается, и мы теряем почву под ногами. В принципе, так работает анекдот. Анекдот. Ну вот, там, не знаю, приходит человек в библиотеку и говорит, дайте мне, пожалуйста, там, макароны по-флотски. Он говорит, вы что, вы же в библиотеке. Ой, простите, пожалуйста, дайте мне, пожалуйста, макароны по-флотски. Ну, знаете, вот, что произошло в этот момент, да, вот, если вы, ну, как бы, вот некоторые из вас, я вижу, у кого лица, вижу, улыбнулись там, да. Понятно, что это не какой-то прям супер смешной нюанс. Сейчас вспомнил именно этот. Ну, получается, что есть какая-то история, определенная логика в этой истории, соответственно, она выстраивается моментально. То есть человек приходит в библиотеку, у вас рисуется образ, вы ходили в библиотеку, или вы там знаете, как вообще ходят люди в библиотеку. То есть какие-то правила. Ну, основное правило, что люди приходят туда за книгами. Это очень определенная логика в этом есть. Тут человек говорит, дайте мне еду. Вот, то есть логика ломается, и это нас выбивает, как-то выбивает из, вот, из этой, из этой, собственно, логики. Мы начинаем что-то подозревать, что-то не то происходит. Ну, и третья фраза, когда он превращает еще больше, в больше этот абсурд. Потому что, ну, в библиотеках так-то, как-то принято вот говорить тихо, да. Мы тоже знаем, что такое правило. Такое правило есть. В библиотеках не принято громко говоря, потому что все читают, все заняты, сосредоточены, и люди приличные, и стараются не мешать друг другу. И это правило тоже, он, этот человек, сюда приносит, это правило. И у нас возникает такой коллапс. Коллапс истории, коллапс логик. Логический коллапс. На какое-то время это нас выбивает из любой истории, и мы смеемся. Вот наша реакция – это смех. Такой ха-ха-ха. Или там улыбнулись. То есть на мгновение мы потеряли, мы как бы потеряли опору в истории. Мы потеряли ее. Знаете, я еще такой вот часто провожу тест, так сказать, на определенность истории. Ну, многие из вас, и так как я делаю тоже сто раз, и многие из вас ходили на мои программы сто раз. Так что давайте я его проведу для тех, кто уже, кто еще не знает этого, кто не знает этой истории. Но я хочу, чтобы вы просто как-то проследили за своей логикой, в смысле за своей историей, которая у вас будет развиваться в процессе моих предложений. То есть я назову три предложения. Три предложения. У вас будет рождаться естественным образом. История. Маленькая история. И просто замечаете, что будет меняться. Значит, первое предложение. Андрей идет в школу. У вас рисуется образ какой-то. Андрей идет в школу. Какой-то образ рисуется. Моментально. Дальше я продолжаю. Он волнуется за контрольную работу по математике. Ну, история продолжается. Она как-то так... Драматизм, так сказать, возрастает. Третье предложение. Он не уверен, что все его ученики выполнят эту работу хорошо. Ну, опять. Вот только Андрей немножко улыбается. Андрей, потому что он шел в школу, я знаю. И остальные какие-то грустные сидят. Маша и Таня тоже улыбнулись могут. Вот. Ну, опять. Что тут происходит? Когда я говорю, Андрей идет в школу, то, скорее всего, с очень большой высотой вероятности у вас возникает образ мальчика, идущего в школу. Ну, как бы это естественно. Да, Андрей? Ну, какой еще Андрей, может быть? Я же не говорю, Андрей Петрович. Когда Андрей Петрович идет в школу? Другой бы образ нарисовался. Ну, потому что язык, он подразумевает что-то сразу. Он говорит, что это вот так-то и так-то. Он нам нужен, чтобы мы опознавали, чтобы язык был общим для нас. Что я говорю, Андрей, вы понимаете, что это про мальчика, а не про учителя. Язык определен. Он дает определенность. И как раз он выхватывает. Он говорит, что Андрей – это мальчик. Если он идет в школу. Кто ходит в школу? Мальчики, если они Андрея, а не Петровичи. И, скажем, если бы я сказал, дядя Федор идет в школу. Ну, вот тут у вас бы возник вопрос. Это дядя Федор какой? Это какой-то из того мультфильма «Дядя Федор», который тоже мальчик, почему-то названный дядей Федором? Или это какой-то дядя Федор взрослый? Ну, когда Андрей идет в школу, мальчик, значит, контрольный. Опять же, контрольный. Почему он волнует? Да потому что двоечник там. Ну, и там же не выучил. И тут вот третья фраза, она все ломает ту предыдущую историю. Она говорит, что вот он волнуется за то, что его ученики не выполнят эту работу правильно. То есть ученики. То есть он носит другое отношение. Другое отношение, собственно, в этой истории. То есть у этого человека другое отношение к контрольной работе. Он там не ученик, а учитель. И тут мы понимаем вот ловушку языковую, да, что Андрей действительно, в принципе, он же может быть и разного возраста, и учителем, и занимает разное там положение, так сказать. Его идентичность там может по-разному проявляться. Это не обязательно Андрей, что обязательно он ученик, он может быть и учителем. Вот. И вот такие, ну-ка, вот это вот одна из ловушек истории, ее определенность. Она нам важна. Она важна, собственно, почему вот, ну-ка, почему это так существует, почему это так есть. Потому что это сокращает нам время коммуникации, сокращает, ну, как-то облегчает, как сказать, нам не нужно много энергии тратить на эту коммуникацию. Я сказал, Андрей, вы поняли, про кого идет речь, про мальчика. Но эти клише, они же и создают проблему. Потому что каждый под этим Андреем может все-таки иметь в виду что-то свое. То есть реальность всегда шире, она не всегда умещается в конкретику. А вот в какую-то вот конкретику названия. В конкретику названия. Она всегда, точнее так, она всегда проявляется конкретно, как раз таки. Но в конкретику названия она не всегда умещается. Проблема вот этих клише в том, что они обобщают опыт. В том, что они его как раз таки делают каким-то, категоризируют. Категоризируют. Ну вот, я тут специально принес несколько предметов, объектов. У меня есть вот этот объект. Это я называю это чашка. И вот такой объект у меня есть. И я и это тоже называю чашка. И вы, надеюсь, тоже. Мы оба, мы все называем это чашкой. И вот такой у меня есть объект. Это тоже называется чашка. И вот мы смотрим на это, мы говорим, что, о, это что, одинаково я. Он называется это одинаковым словом. И если, скажем, я... Это удобно. Вот категория – это удобно. В нашей коммуникации это удобно. Если я скажу, если мне не нужно там как-то, ну как бы, если я не привязан к какой-то определенной чашке, вот если я не захочу сказать, принеси мне, пожалуйста, вот чашечку чая, вот в той вот такой вот, значит, красной с белым, вот с такой ручечкой, значит, вот я такую хочу, а я ее люблю, мне ее мама подарила. Вот, пожалуйста, мне ее принеси, и вы поймете, вы принесете именно конкретную чашку, если вы хорошо ко мне относитесь. Но если я скажу просто принеси мне чашку воды, вы принесете какую-то чашку, и это удобно. Категория – это удобно, но категория создает проблему, потому что, ну, зачастую, потому что она лишает зачастую как раз опыт индивидуальности. Мы можем встретиться с жизнью как-то очень индивидуально. Нам важно это встречаться, вот так, как она есть, так, как она сейчас разворачивается перед нами. И вот как раз, ну, если про Куан, вернуться сейчас к Куану, я бы хотел предложить вам такой один Куан, и просто послушать, какие у вас будут отклики на него. вот это как раз Куан не про, собственно, такое вот перевертывание логики, не про вышибание какой-то логики, а это какая-то маленькая, маленькая притча, я бы так сказал, что это тоже можно отнести к разряду Куан, которые употребляются от дзен как практика. То есть это то, что может направлять нас в определенную сторону внимания, на пути. Так я, значит, расскажу эту историю. Значит, жил-был в Китае такой учитель Фаян. Вот дзенский учитель, ну, чаньский учитель. И вот у этого учителя была небольшая сангха, небольшая группа своих, значит, этих последователей, сообщников. Вот они жили вместе, так, ну, монастырь, можно считать, такой, жили они около большого озера, вот. И как-то этот Фаян, внезапно, значит, проснувшись утром, так вот собрал своих монахов и говорит, так, сейчас собираемся все и идем вдоль берега озера. Они его спрашивают, зачем? Я говорю, я не знаю, зачем, но надо идти. Ну, окей, они все ученики, значит, слушают, послушают, послушают его, собрались, все потомки свои собрали, посохи там взяли, какие у них там, и пошли к дороге. Ну, долго ли они шли, коротко ли, но где-то на середине пути, вот где-то там прошли до половины этого озера, берега. И встречается им другой учитель известный, тоже дизанский дизанг его звали. И, значит, он там лежит под деревом, отдыхает. Ну, они друг друга знают. И этот дизанг спрашивает Фаяна, куда ты направляешься толпой? Фаян говорит, я не знаю. О-о-о, протянул этот Фаян, так уважительно. Незнание – это самое интимное. Вот, ну и, значит, по легенде этот Фаян испытал, значит, сатари, пробуждение, там, как это назвать, такой вот инсайт. Вот мой вопрос к вам сейчас, вот кто-нибудь хочет откликнуться, что это для вас такое, вот как вы это понимаете, как вы это слышите, что это значит незнание самое интимное, почему это так? Так, может Андрей, давайте. Андрей идет в школу. Да, иду в школу, как-то так оно совпало, что прямо на ваших словах я как раз был готов усесться уже с включенной камерой, со всеми удобствами. Интересный Куан, как и все Куаны, очень необычная концовка такая с твистом. Я не ожидал от него такого развития событий. Наверное, здесь, с моей точки зрения, имеется в виду, что незнание должно быть, ну, типа, чем-то твоим личным, и если ты куда-то идешь исследовать что-то, какие-то, какие-то области, которые ты хочешь исследовать, и ты, ну, и, ну, ты не знаешь, что конкретно ты там найдешь, или что ты там хочешь найти, то в эти области тебе нужно идти самостоятельно. Ты не можешь потащить других людей в область своего незнания. Вот как-то так я могу проинтерпретировать эту историю. Спасибо, Андрей. Садитесь пять. Спасибо. И еще кто-нибудь хочет откликнуться, как вы? Не бойтесь получить плохую ответку. Мария, скажите. Можно я напрашиваю на оценку? Сейчас, как я услышала, для меня это история о самой тайне жизни в плане, как она проявляется. То есть, что может быть интимнее самой жизни? И вот незнание – это то, как, если я за ним иду, то я доверяю жизни, я даю ей проявляться. Вот, мне кажется, об этом для меня. Спасибо. Спасибо. Какие есть отклики? Владимир, скажите. Да. Доброе утро. Для меня это такой задача любого учителя, там, джинского, не важно, это выбить ученика почву из подог, чтобы столкнуть его с чем-то, с реальностью, с истиной. Да, и вот этот самый учитель, да, он, собственно, мог варить своих учеников, а потом он мог спросить, если бы не попала собака, он мог спросить у собаки, какого природа будет быть, да, но ему попался учитель, да, знаете, им повезло. Да, и он задал, он, на самом деле, мог ответить, там, не про незнание, а про Кипарисова на дворе или там еще про что-нибудь, да, значит, и здесь, собственно, для меня смысл только нас, познавление сознания чего-то, ученика моего, да, с тем, ну, с неким неожиданным ответом, который останавливает, ну, мой такой, обыденный поток восприятия. Вот, поэтому, он другой учитель, я верил про незнание, но мог ответить все, что угодно. Первое, что пришло в голову, это было бы, наверное, правильно. Вот, как-то так. Спасибо. Полин, скажите? Ага, да. Для меня это тоже про какую-то, ну, правда про интимность. Вот, я как-то представляю, что меня кто-то что-то спрашивает. А я, ну, я не знаю. Ну, вот про меня, да, там, куда я иду, а я не знаю. И в этом есть какое-то, даже когда я произношу, да, я не знаю, какое-то обращение к себе с тем, чтобы вообще узнать, наверное. При этом, как будто бы, в данном случае, прям, ответ, ответ конкретный, он не очень важен. Важно, вот, какое-то именно само это, ну, вопрошение, правда. И оно очень из-за этого индивидуальное, наверное, если, ну, такое интимное. Наверное, если спросить у кого-то другого, как бы, куда я иду, он скажет, там, прямо или там вдоль берега реки. Вот, и в этом не будет, ну, как бы, пространства, что ли. Да, кто-то говорил на одной из встреч, что незнание дает пространство, дает место быть. Вот, ну, быть, это вообще тоже очень интимно, мне кажется. Как-то так. Спасибо, Полин. Тут у нас еще пишут, написали, Влад написал. Хуан нужно пережить как пьесу, в которой мы и Фаян, и Дизан, и все монахи, и даже дерево, под которым они говорили. Незнание, самое интимное, это самая суть сердца. Возвращаясь, возвращайся, Фаян, возвращайся. Настя пишет, знание – это фиксация. Я остаюсь со своей фиксацией, а не предметом. Когда я не знаю, я иду навстречу предмету ближе, и это интимно. Саш, Оль, скажите. Здравствуйте всем. Я хотела тоже сказать, интимное, незнание – это интимное. Что-то интимное – это, о чем мы не говорим. Не надо об этом говорить. Это надо просто почувствовать и пережить. Вот так я понимаю. Угу. Спасибо. Ты, Саша, хочешь тоже добавить? Нет? Про интимность. Не будешь говорить про интимность. Тогда я это Оле. Правильно. Надо жену слушать. Мука, ты скажешь? Да, скажу. У меня какая-то это очень личностная история. Мне очень сложно говорить «я не знаю». Слух, в смысле. То есть, когда я сама с собой разговариваю, то для меня это прям поле открытое и какое-то реально очень… Такое мое внутреннее пространство. И мне до определенного момента было очень сложно на какой-то вопрос даже, где я не знаю, говорить «я не знаю». То есть, прям как будто бы я какой-то порог переступал, как будто бы я что-то такое внутреннее свое куда-то должна выставить, вот наружу куда-то. Сейчас уже немножко по-другому, но все равно это скорее вот для себя, для внутри, чем предъявление куда-то. Как-то так. Спасибо, Мука. Спасибо. Еще кто-нибудь хочет откликнуться? Так вот, Натан написал. Незнание – это то, что нельзя предъявить, невозможно продемонстрировать, показать, в отличие от знания. А еще, мне кажется, вот из личного опыта, что незнание рождает определенную внимательность такую очень. Вот ты любишь про контактную импровизацию говорить, в каком смысле это танец без правила, и поэтому ты в каждую секунду времени не знаешь, что произойдет в следующий момент. Но поскольку ты уже вписался в это участвовать, то ты как бы прям вот очень внимателен, вот в каждую секунду ты внимателен к этому незнанию, которое в следующий момент станет, возможно, знанием, возможно, нет. Но вот эту внимательность приходится прямо сохранять и все время длить. Спасибо, Марк. Ну да, вот я, наверное, как-то продолжу чуть-чуть свои. Ну вот то, что вы сказали, все, каждый. Ну, во-первых, вы сказали действительно из своего незнания и знания, то есть из своего контакта с этим. И поэтому это правда. Это и есть правда. Я считаю, что это очень важно, когда мы как раз вот эти вот какие-то, опять же, абстрактные истории делаем своими, и когда мы обращаем их к себе. А что это для меня, как для меня звучит сейчас. Но при этом разделяя друг с другом, делясь, мы можем расширять это. Мы можем слышать как раз разные голоса. И вот для меня ценность куанов как раз в том, что это всегда история отношений. Человек встречается с кем-то другим. Вот как Влад сказал здесь, писал, что не только история отношений, там, например, Фаяна и Дизана этого, но и монахов, и дерево, и озеро, и всех этих объектов, вот как это разворачивается, вот эта цельность. И то, что мы здесь, например, предъявляем друг другу наши слова, за которыми стоит какой-то наш опыт, наши переживания, наша встреча с какой-то темой. Мы обмениваясь этим, порождаем что-то общее, и как каждому из нас происходит, может быть, может произойти некое расширение и какой-то вот маленький даже инсайт, или большой даже какой-то разный. В общем, вот я очень, ну, во многом согласен со многими из вас, те, кто сказали, в общем, мы действительно, вы сказали разными словами, но во многом про близкое что-то, про кажется, мне кажется, мне слышится, одно и то же. Ну, вот для меня здесь важно вот это обнаружение себя, обнаружение себя в этой точке, что я чего-то не знаю, но чего-то знаю. Вот эта игра, это взаимодействие знаемого и незнаемого. То есть вот, действительно, категоризация опыта, ну, вот как кто сказал, я иду туда-то, прямо вот так-то иду, и я знаю про это. Действительно, это я создаю, опять же, сразу же историю, и это нормально, это как бы во многих обстоятельствах, вот мы там дальше будем разговаривать, ну, я предполагаю, дальнейшие темы развивать. Вот одна из там буддийских таких парадигм, таких моделей, которые предлагает буддизм, Нагарджуна конкретно, что мы можем смотреть из двух позиций, мы можем смотреть из относительного знания и некого абсолютного. И что это такое, потом поговорим на следующих встречах. Ну вот, если вот так вот сравнить с чем-то, ну вот, скажем, есть светофор, да, и мы знаем, что на красный свет идти нельзя, а на зеленый можно. Я знаю это, и это хорошо, что я знаю, то, что если бы я сказал, я не знаю, на какой свет мне идти, тогда были бы катастрофы, тогда это было бы неудобно. Мы просто договорились, это относительное знание, мы договорились, но не обязательно это абсолютизировать, это нам не Господь, Бог дал, это вообще, это вот, понимаете, это вот красный свет, светофора, зеленый свет, светофора. Это не значит, что где бы я красный цвет, красный свет не увидел, мне туда надо идти, точнее, остановиться. Или где бы я зеленый свет не увидел, всегда надо туда идти. Это не так, это не всегда. Вот это очень важно, что вот здесь мы понимаем эту абсурдность, что зеленый свет увидел где-нибудь, иди туда, Это абсурд как раз. Мы понимаем, что в этом контексте мы понимаем, что зелёный, красный, жёлтый цвет это очень конкретный цвет, цветофора. Это наша договорная реальность, относительная реальность. Это просто нам удобно, что мы так договорились. Мы так договорились. Очень важно будет для нашей потом этической развития, движения в тему. В этике, потому что важно, что есть договор. И это не бог видит что. В смысле, что это вообще не про всю Вселенную, не про всю реальность. Это очень конкретное что-то. Но мне нужно это осознавать, потому что в случае светофора я это понимаю. А в других случаях бывает, что не понимаю. В других случаях бывает, что как раз некая такая абстрактизация и обобщение она ведёт к большим проблемам. Опять вот я вернусь к этим чашкам. Но вот чашка, каждая из них там индивидуальность, уникальная индивидуальность. Я могу с ней встретиться действительно интимно. Вот если я встречаюсь с каждой чашкой. Потому что у каждой чашки, во-первых, есть действительно своя форма, свой цвет. Я могу это как-то рассматривать. Я могу щупать. Мне они нравятся. Я как-то могу любить какую-то из этих чашек больше, какую-то меньше. У них действительно каждая своя история. Вот это, как я сказал, мне мама подарила. А маме бабушку подарила. Этой чашке уже там больше ста лет. Она вот передаётся у нас в роду. В общем, какая-то такая чашка. Она мне дорога просто. Вот как такой маме подарок. А эту чашку я купил там в Израиле. Я помню, где, когда. Там в Яфе купил. Вот у женщин, которая её делала непосредственно. А эту чашку сделала, тоже сделала. Моя подруга Маша Ширяева сделала и подарила мне. Ну, в общем, как-то, знаете, у каждой чашки есть какая-то индивидуальная история. Эту чашку я в Икеа купил. Но она мне тоже дорогая. Я пью из неё каждый день. Но при этом она будет обобщать, сказать, что всё это чашки. И вот это вот обобщение, абстрактизация, она меня действительно как будто отдаляется. Отдаляет от опыта, от переживаемого опыта. Он действительно вот почему скажет, что... И вот здесь вот интересно. То есть, с одной стороны, когда я беру чашку, я начинаю в неё всматриваться, я её щупаю, она обретает для меня конкретику. Конкретику. Я её начинаю знать, я начинаю её узнавать, знать как нечто конкретное, индивидуальное, уникальное абсолютно, раскрывающееся вот сейчас здесь со мной, во встрече со мной. Вот это интимная встреча, действительно. А встреча с какой-то абстрактной чашкой, абстрактной, она меня отдаляет как будто. Она действительно абстрактизирует моё переживание жизни, просто непосредственное переживание. Она устанавливает какую-то дистанцию. Вот есть абстрактная чашка. Ну вот я, опять же, для иллюстрации часто использую вот эти картинки. Опять же, многие из вас уже видели, потому что я, в общем-то, хожу в своих ретритах под ним и тем же маршрутом, потому что я считаю их имеющими смысл просто как, собственно, как практика. Сейчас мне надо вывести это на экран. Да что ж такое-то basic. Вот. Вот. Ну вот, собственно, картинка. Мы знаем, что это такое. Это радуга, да, выросшая из боли. Красиво, да, красиво. Мы смотрим на это красиво. Вот. А сейчас я покажу другую картинку. Появилась же, да, Саша, кивни. Вот другая картинка. Это как радуга, нарисована мелками на асфальте. Ну и, собственно, вот они вместе. Мы понимаем, что мы то и другое называем одним и тем же словом радуга. Но мы же различаем, мы понимаем разницу. Вот. Как бы она очевидна, что вот это настоящая реальная радуга, где невозможно провести границ между цветами. Их нет просто. Их нет в природе. Нет границ. Нет категории красного цвета, желтого цвета. Ну, нет такого. В смысле, что вот, чтобы мне выделить категорию, мне ее нужно специально выделить. Мне нужно прочертить две черты и сказать, вот это будет желтым. Еще прочертить, а вот это будет зеленым. Еще прочертить, а вот это будет красным. А вот на этой картинке они, соответственно, прочерчены. И это удобно, чтобы мне, значит, там, передать информацию о радуге, о существовании радуги. Мне нужно вот, ну, как бы знать это, как мне, да, и вот я делаю это. Но это условности. Мы понимаем, что категория красный цвет, цвет желтый, там, зеленый, это условность. Это опять мой пример со светофором, он смешной получается, да, что если вы проехали на красный свет, при этом держа в голове где-то картину, что вот никаких цветов не существует как отдельности, да, что вот существуют просто переходы, вот, что до красного, от красного до зеленого, ну, как бы это просто такой вот непрерывный-непрерывный спектр переходов, где нет границ. И вас останавливают полицейские, говорят, вы что, значит, на красный свет проехали, а вы ему начинаете втирать. Не существует границ между цветами, цветов не существует. Это будет абсурдно. Вот в этой ситуации это не будет работать. Поэтому, просто моя идея в том, что относительный уровень, договорной уровень очень нам, для нас важен. Но важно не путать абсолютное и относительное. И, соответственно, вот здесь вот, ну, если мы вспомним опять про эту историю, про этого Андрея, да, вот Андрей идет в школу. У нас появляется категория. Андрея – это мальчики, Андрей, идущий в школу, это мальчики, название такое, категория. И мы теряем связь с реальностью. Мы теряем интимную встречу, которая у нас могла бы произойти с этим очень конкретным человеком. Мы его определяем в категорию Андреев, которые идут в школу, мальчиков. Обобщая это, что это не очень конкретный Андрей, вот как очень конкретная чашка, а это какой-то абстрактный Андрей-школьник. И мы проваливаемся мимо реальности, потому что этот Андрей – никакой не школьник, а школьный учитель. Взрослый человек, у него другая вообще здесь роль, другая вот ситуативная, другая идентичность. Вот еще завтра там про идентичности поговорим, потому что основная проблема – это когда одна из основных, не просто встреча там с другими, а встреча еще и с собой. Так вот, получается, что… А что, а какое условие мне должно случиться, что должно случиться, чтобы я все-таки встретился с реальным Андреем? Мне нужно как-то вот так сделать такой хитрый трюк в сознании, в уме где-то, допуская, что Андрей может быть не только школьником, что… То есть мне нужно вспомнить, что я вообще-то не знаю, что когда человек говорит, Андрей идет в школу, вот в этот момент я еще не знаю, про какого Андрея он говорит. Я еще не знаю. И мой образ рождающийся, моя история рождающийся, это всего лишь мой отклик автоматический, мое обобщение на его слова. Поэтому по-хорошему бы, по-хорошему бы, вот в этот момент, когда мне кто-то говорит, Андрей, идет в школу, представь себе Андрея, мне нужно бы так вспомнить про это, что вообще-то я не знаю, а вдруг это мне не очень… Вдруг, 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 вдруг… Я могу его переспросить, а Андрей это кто? Андрей это кто? Сколько ему лет? Расскажи мне, сколько ему лет? Какая его роль здесь в школе? В школе же разные люди бывают. То есть мне нужно выйти каким-то образом из шаблона, а это чрезвычайно трудно. Потому что весь наш опыт, весь наш язык так устроен, чтобы шаблонировать, чтобы вот чашка – это чашка. Назвали чашкой? Значит, чашка. Не важно, какая. Назвали, Андрей идет в школу, значит, ученик обязательно. Это сложно. Выйти из шаблона. Сложно вспомнить, что я не знаю. Это очень сложно. И в отношениях огромное количество непонимания у нас возникает. Если опять же вернуться к этике, этика про отношения, мои отношения с миром, с другими людьми, с другими существами. Как я нахожу себя в этом? И вот если я точно знаю, как правильно, неправильно ориентируясь на своих шаблонах в предыдущей из жизни, то очень часто возникают как раз войны из этого. Вообще любые конфликты. Войны в семьях, конфликты, войны там между государствами. Потому что очень разные идеи. Вот войны внутри государства, потому что есть идеологические войны, гражданские войны. Разные государства их переживают. Переживали на протяжении своей истории. Потому что у каждого своя идея, как правильно, как неправильно, что справедливо, а что несправедливо. Кто мы, а кто вы здесь. И соответственно, я сейчас пока закидываю эти идеи, мы будем их с ними продолжать еще в течение следующей недели. Я бы хотел все еще, хотя у нас тема этики, и вроде бы надо бы уже какие-то правила предъявлять. А как нужно-то? Давайте вот правила какие? Не врать, не убивать, не воровать. Ну как бы просто же, просто. Но мне бы хотелось, чтобы прежде, чем мы дошли до этого, вроде бы просто, но чтобы мы вернулись к этому интимному переживанию незнания, такой открытости. Хотя бы мы побыли в какой-то момент. Что, может быть, я не знаю что-то об этой реальности, о том, как правильно, неправильно. Даже в какой-то самой-самой базовой своей позиции. Потом мы придем к этому. Спешить некуда. У нас два месяца. И вот в этом незнании, ну знаете, вот опять же, просто в дзен, как в пути, это специально прям культивируется. То есть это в разных, по-разному очень про это говорится. Опять же, вот знаменитая книжка Шунжо Судзуки, Шунжо Судзуки, по-разному произносить там. Сознание дзен, сознание начинающего, так она называется, эта книжка. И вот она как раз, ну во многом про это. Вот это вот незнание, это действительно, это сознание новичка, начинающего. Можно сказать, сознание ребенка. Вот это ребенок, смотрящий на мир, который вот он такой. Ну знаете, вот дети, они же постоянно как-то удивляются жизни, миру. Они так всматриваются, если вспомнить себя в детстве, там свои дети, если у них у вас есть. Это же какой-то все время взгляд с удивлением. Эти вопросы, эти почему-чки, да, они вот их не зря так называют. Потому что почему, 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 зачем, почему, как. И мы им объясняем, и мы им объясняем как история обычно, да. И, ну и они как-то это впитываю, и постепенно эти шаблоны складываются, 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 складываются. И вот мы уже взрослые, и очень часто мы полны этих шаблонов, чтобы, о жизни, как она должна быть, как она устроена вообще, как она есть. И часто эти шаблоны, это именно такие вот категоризации. Что-то не реальность, вот как, как на этой картинке с радугой. Вот реальность, она такая, она не укладывается ни в какие категории. А шаблоны, это вот те истории, которые мы здесь рисуем себе вот тогда получается что все наши там радуги это такие вот категоризации цветов это так это сяк это про мир про себя про все и вот почему он сказал что это незнание наиболее интимное потому что мы встречаемся с этой вот это не просто незнание это не просто какая-то пустота я не знаю а это такое вот как раз это в этом есть любопытство в этом есть что-то живое вот как ты маша сказала правит контактную пирогизацию действительно для меня лично это был такой ну какой-то большой важный период обучения жизни потому что контактную пирогизацию прежде кто не знает какой танец такая форма танца когда эти два слова там собственно важны контакт там происходит физический но физический контакт подразумевает любой контакт я могу мы можем быть в разных концах комнатах комнаты встречаться взглядом и этот контакт или даже могу отвернуться но я знаю что человеку этом пространстве а мое какое-то переживание в нужно я уже увидел вот несколько секунд назад потом значит вот может быть я коснусь а потом может быть я на него обопрусь потом я его вообще могу как-то на себя взвалить или я на него наоборот как-то отдать вес и это слово контакт но в очень разных обстоятельствах там постоянно проявляется в расставаниях во встречах физических но в любом случае это контакт в пространстве а второе слово импровизация то есть это непрерывное изменение и так как нас двое или группа целая даже если я один я же могу контактировать не обязательно с человеком я контактирую с полом я контактирую с воздухом я контактирую там может быть со стеной там с любым предметом это могу танцевать контактную оперизацию с чашкой например да тоже будет танец контакта моего с этим объектом но когда человек там как бы если все-таки объект он как бы более пассивен да он так пассивен он конечно задает определенную структуру он жесткий там да ну какой то он дает мне тоже какой-то свой сигнал но человек конечно в своей изменчивости дает больше вот это постоянный диалог телесный происходит мы же там не говорим словами мы говорим только телом только вниманием только взглядом только чувством своим и для меня сегодня это было важно и такое обучение вот этого взаимодействия с реальностью вот в виде человека конкретного через вот это вот незнание и знания одновременности то что я не знаю что произойдет в следующее мгновение вообще не знаю а что это рождается вот рождается внезапно что то что я не знаю что от него какой импульс придет я могу там кучу всего запланировать так я сделаю то то и то то а это не случится потому что он не пойдет в это или она не захочет как-то вот не случится это просто тогда что мне нужно тогда мне нужно очень хорошо знать через свое чувство часа переживания вот меня и его моего партнера вот мы здесь мы вместе мы мы контактируем если я отдаю свой вес например на него я чувствую могу ли я сколько я могу отдать принимает ли он или он уходит что если он уходит тогда я могу упасть тогда мне нужно как-то соотноситься этим вот это вот рождающиеся в мгновение знания просто из переживаемого опыта из переживаемого опыта без истории без запланированных историй без категорий каких-то вот она в этой контактной парализации происходит но в принципе беря это как метафора мы же можем это перенести в целом на жизнь что мы все время в этой ситуации находимся каждый момент времени времени мы же мы существа времени мы временные существа временные временные как хотите поставьте это дарение мы живем вот в этом и мы не знаем в реальности мы не знаем что будет следующее мгновение но не знаем этого действительно и вот это вот контакт с этим что да я не знаю какое-то признание этого но при этом узнавание этот взгляд ребенка он может быть важным он может быть интимным тогда встречи происходить уникальные вот там с чашкой с человеком с чем угодно это начинает оживать это не сейчас раскрываться и тогда из этого может родиться какая-то своя этика потому что если вы встречаетесь живым если вы живой встречаетесь живым это интимная встреча и знаете если вы живой встречаетесь живым это очень сложно бывает убить узнаете меня всегда это парадоксально ну как-то меня это как сказать мне с этим как-то сложно так сказать как мы убиваем других существ я имею думаю как люди как живущие на протяжении своей истории убивают других существ и здесь я имею ввиду что не только людей и других с кем рядом живем ну вот мы же люди выращивали домашних животных на протяжении тысячи 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 лет когда-то мы их вот так сказать приручили они стали нашими нашими тут не знаю какое слово подобрать потому что вот человек выращивает свинью например да в своем хозяйстве в деревне козу там не за ягненка там кого-то еще вот это вот это вот родился родился поросенок родился ягненок вот там маленький этот самый теленок вот он он же маленький он нежный он он живой и и обычно если люди там вот ну как то они что живые они же встречаются с ним как как живым они холят его лелеют у них какие-то отношения персональные возникают но у телят них такие глаза красивые ну как вы смотрите эти глаза поросят они же очень умные но как вот даже какие-то отношения возникает но жизнь трудна вообще вот жизнь на земле жизнь и люди выращивают этих животных для того чтобы потом убить и съесть вот для меня это такой парадокс как мы переходим как мы переводим вот эти отношения живые с живым существом такой вот интимную встречу с ним каждой дне может быть встреча с поросенком с теленком с ягненком который растет становится взрослее а потом он вырастает в хряка такого да и мы конечно ну пора уже все пора и вот что такого человека у крестьянина должно произойти свитч какой-то выключится что он берет и перерезает ему горло вот должно произойти какое-то действительно переключение должно должна интимность уйти ну потому что если интимность останется если вот это переживание живого останется у него рука не повернется должно произойти какая-то абстрактизация то есть это живое моя живая встреча с ней она превращает это это живое превращается в мясо абстрактное мясо и сейчас у нас там заходишь в магазин все упаковано смотришь на колбасу на кусок мяса что вспоминаешь что ли про про вот эти глаза теленка про душу свиньи которую вот вот сейчас это упаковано в полиэтилене красиво как-то да и вот это наш это на это парадокс нашей жизни человеческой это ну какая трагичность в этом есть да но как но это часть жизни ну смысле что я здесь ну я вот там скажем вегетарианец хотя вот я какой я вегетарианец плохой вегетарианец мы был я когда-то хорошим вегетарианцем сейчас плохой час рыб рыбу ем вот чем рыба провинялась передо мной ничем я ее ем значит ее кто-то лично я и не убиваю но кто-то ее убил для меня я это принимаю как часть жизни кто-то из вас там мясоят и вы принимаете это как часть жизни но моя идея здесь что мы можем мы принимаем это как-то помнить вы знаете вот ну чем мне вот я при всей при всей моей любви цивилизации вообще на свой что я люблю цивилизацию я считаю что важным хорошим что города наши все устройства жизни что война и разрушение этих городов это очень плохо я считаю но при этом у нас все время включает карапана не положено время так это сбивает при этом вот я люблю цивилизацию но при этом конечно цивилизация никогда не бывает идеальной мы многое теряем что было там может быть у каких-то тех народов которые мы в кавычках называем не цивилизованными но вот многие из этих народов живя вот с животными например близко выращивая их выращиваю даже вот просто деревенские люди многие из них как-то у них какое-то есть специфическое отношение к этому вот это к этим отношениям смерть жизни и смерти жизни и смерти что пока какое-то время мы вместе мы в определенном контексте я я живу с тобой вместе я тебя холю лелею но приходит время когда мне нужен тебя убить и это и это вот ну как бы тяжело и это нужно как-то перестроить себе и вот определенный народ опять же я тут не ним не романтизирую никого потому что ну как бывает что так что без всяких там каких-то сентиментов ритуалов и так далее действительно были были отношения потом хрящ и все убил и все превратил это в мясо из живого превратил вот мертвое которое съем которое станет моей жизни но вот какие-то из народов какие-то вот не знаю там племенные племенки и в некоторых деревнях знаю так что людям нужно перевести это как-то через специальный процесс людям нужно это как-то осознать внутренне пережить это поэтому например они делают таким образом что даже разговаривать с этим с этим существом как говоря утверждается что да мне приходится это делать потому что я часть этой большой жизни когда-нибудь я стану пищей для тебя но не для тебя конкретно например для твоих да для для чего то еще для я тоже умру меня кто-нибудь съест здесь там пусть это будет червяки меня сидят пусть мне кто из этого вырастет там трава растения какие-то не знаю я стану землей и тоже пищей для кого-то это какое-то понимание вот такого устройства жизни принятие его ну я считаю лично очень важным важным чтобы это не было автоматическим чтобы это не убивало нашу вот эту жизненность не убивало которой включена трагичность жизни она включена в нее это принятие трагичности жизни принятие того что убийство это часть жизни хотя мы можем стремиться не убивать и мы подойдем к этому пункту как же нам быть вот с этим принципом не убивай не убить если убивать кого-то чего-то приходится пусть не там скажем не людей на животных хоть да хоть растениях какую-то жизнь приходится уничтожать когда я ее поедаю я могу это минимизировать там могу но совсем от этого я не могу избавиться я не могу максим как раз сделать до абстракции вот почему для меня это важно сейчас это то что я сейчас говорю и не знаю как для вас это там слышится но для меня это важно что если я хочу оставаться живым мне нужно этику свою делать живую не абстрактизировать ее не обобщать да у меня есть принцип не убивать но встречаясь с конкретикой жизнью жизни встречаюсь с ее правдой что убивать приходится тогда какой здесь выбор какие мои решения в конкретной да конкретной ситуации что я делаю здесь как я с этим могу ли я оставаться при этом живым это очень сложная задача чрезвычайно сложно но если мы хотим быть живыми именно внутренне чувствовать себя живыми то нам это важно вот и здесь соответственно какие-то из духовных путей они предлагают свои решения в связи с этим ты говоришь например какие-то говорит давайте ритуализировать этот процесс не знаю просить прощения у этого животного или как-то вот там как-то с ним взаимодействовать напоминает самим себе потому что мы все в одной тут ситуации они чего-то жрут постоянно мы чего-то жрём вот ну окей сейчас так все потом обернется по-другому мы в этой ситуации вот дзен предлагает свои варианты просто возвращение в присутствие возвращение к контакту с реальности там как она у нас происходит к этому танцу контакта мы сейчас кто друг с другом как кто кто и добери определенные принципы этические как направляющие в любом случае мы все равно решаем в данной ситуации как это может развернуться как это может развернуться конкретики уникальности этой жизнью ситуация которая никогда никогда не было сколько бы у меня шаблонов про жизнь не было бы то что разворачивать сейчас этого никогда не было никогда не повторится уникальный но здесь я могу быть живым здесь может произойти моя интимная встреча с тем что есть со своим участком жизни которая просто вот сейчас переживаю это определенная опора и этическая и вообще для жизни гистенциальная опора потому что если мы говорим что нам история нужна как опора объяснение объяснение вот то о чем всю всю прошлую неделю говорил нам история нужна как вот эти набор шаблонов которые мы переносим из прошлого в будущее то определенные духовные учения и практики вот в частности дзен предлагает нам другую опору совсем как что история существует ты не можешь без истории но если ты будешь пробовать опираться на свое присутствие на свое переживание опыта своего зная что любая твоя история ограничена что она лишь ну контекстуально как светофор она договорная как бы она может быть удобной но она ограничена помни об этом помни а что на самом деле ты не знаешь в глубине своей то как сейчас но когда ты об этом помнишь что можешь узнавать вот касаясь реальность трогая ее реальность ты здесь я здесь вот насколько я тебе могу веса отдать свою насколько где опереться вот столько или столько потому что именно рассчитывают как контактной оперализации могу рассчитать вес насколько я могу перец на человека только чувствуя его чувствуя его сопротивление вот если вот столько так 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 это могут почувствовать только нет другого способа телом почувствовать если я принесу сюда свои шаблоны как должно быть он не сработает либо контакта не случится я буду бояться его коснуться либо я столько дам этого веса что мы оба упадем и покалечимся поэтому вот это дзянской практике на возвращение это специфическое упражнение такое упражнение внимания когда напоминаю себе что я не знаю что мои любой моей истории любой моей шаблоны любой моем понимание исходит из прошлого и она имеет смысл конечно ограниченный в реальности и с реальностью я встречаюсь вот всем собой сейчас прямо сейчас как это и вот это вот тогда как это что это тут я хочу вот уже там сейчас завершая свою историю вот эту завтрашнего дня я предложу практику который многие из вас проделывали вместе со мной уже за там последние там лет сколько несколько лет проводилось несколько ретритов ну раз пять наверное точно было той больше может быть с каждый год как минимум раз я это один раз я это делал ретрит по практике вопрошания который определенным образом формализуется вопрос формализуется опять просто для того чтобы сделать это чем-то осизаем определенным но важно важно не сам вопрос а то что он с нами делает и буквально недавно мы вот в это даже вот уже вот их в военном времени нашим я этот ретрит делал и многие из вас участвовали и вот мы сейчас сюда его тоже строим нашу практику следующую неделю хотел бы посвятить этой практике сейчас я чуть-чуть про нее расскажу и завтра утро утром уже мы попробуем там есть определенный бэкграунд тоже такой из из дзенской истории дзенский куан про диалог этих двух человек двух людей этих дзенских практиков в общем был такой молодой искатель стена хуанчжань он путешествовал по китаю ходил из монастыря в монастырь искал себе учителя который бы его вот привел к истине к пробуждению и пришел он к шестом патриарху дзен хуаннэй но такой известный знаменитый патриарх ну то есть эта история скорее всего выдумана но неважно главное ее притчевость на что она указывает вот и это учение этот пришел этот парень хуанчжань и заводит его к хуаннэну который там сидит в своем зале на своем постаменте и тот его спрашивает это откуда обычный вопрос такой бытовой и мы задаем себе просто откуда парень он говорит я пришел с горы там сунг гора сунг они все с какой-нибудь горы эти люди значит вот ну опять же а простой ответ то откуда и простой простой вопрос то откуда и такой же простой ответ я оттуда то с этой горы я живу там жил там то есть а вы спросите меня сейчас вот ты где сейчас в люблении в городе люблении куда-нибудь я там приеду скажешь ты откуда приехал да вот из люблении вот и то есть опять вот как как с андреем да развивается определенность истории то есть это спрашивают то откуда как андрей идет школу принес ну как бы вопрос вызывает определенную ответ из какой-либо истории то внутренней человека там это как-то заложенный шаблон он говорит я с такого-то района а вот с горы сунг и что делать дальше этот учитель говорит гора сунг а что это такое как здесь оказалось и этот хуанчжань он на мгновение как потерял до даргичи он как он так вот замолчал завис так сказать потому что что сделать учитель он выбил за него вот эту историю он выбил как как в анекдоте да вот мгновенная смех то есть у этого правда не смех возник а такое такое замирание остановка вот его остановка всех историй а что сделать учитель он перевел вот этот вот бытовой разговор а бытовой разговор на уровне относительным вот как про светофор да красный желтый зеленый он перевел его в абсолютный он говорит что ты откуда в относительном уровне в этом взгляде ну удобно сказать что есть такой-то горы и человек может знать где эта гора мог там бывать он может там в гугле видел да карте в древнем китае гугл жить со стороны то есть ну как то он все нашел вот карта вот вот значит но карта это не территория реальности и он перевел его в другой режим в абсолютный он говорит что гора как экзистенциальное нечто это что такое ты можешь это и тут он замер тут он останавливается вот гора что это как здесь оказалось мы здесь он мог бы конечно насчет горы тоже начать наворачивать историю гора это вулканическая там ночи тра-та-та вот породы такие то значит вот оно но это не про переживание горы это про опять же историю описание с определенного в определенном контексте это опять карта какая-то это не реальность а сказать про гору как переживаемый опыт невозможно ничего и вот можно только пережить с этим можно контактировать поэтому контактная импровизация молча происходит контактная импровизация с горой не знает чем угодно с небом со столом чем угодно и с другим человеком может быть самое интимное вот кто говорил оля говорил самое интимное о чем мы не говорим да вот это самая интимная встреча где нет истории где можно смотреть в глаза другого человека и там это раскрывается целая вселенная но встречи это интимное вот в общем дальше история куана разворачивается этот ученик понял что этот учитель что-то такое знает он что он что-то сделал со мной и он остался у него там в монастыре и 6 лет там жил а тот его каждый день спрашивал ну как что это что это что-то с ним что-то происходило в одном значит вот через шесть лет он пришел на и на очередной этот вопрос что это он ответил вопрос не имеет смысла но его можно культивировать вот это вот отношения само культивации вопросительности культивации вопрошение взглядывание всматривание вот это культивации этого интимного переживания я не знаю но я узнаю я не знаю но я спрашиваю я не знаю но я всматриваюсь, когда само сознание, познание, узнавание является ценностью, на которую мы памятуем и обращаем на это внимание. И тогда, возможно, встреча уникальная действительно с этим моментом, с этим мгновением. Я беру чашку и могу спросить, что это? И моя история останавливается на мгновение. Я вижу не абстрактный объект, называемый чашка, не слово чашка, а я чувствую вот это нечто неназываемое. Оно называемое одновременно с этим, чашка по-прежнему. Слово чашка, оно здесь где-то у меня есть, но оно становится неважным. Я встречаюсь с реальностью ее какой-то интимности. Вот эта интимная встреча происходит. Близость, близость. Знаете, если про дзен говорит, что Даген, учитель известный мой любимый, он говорил, что пробуждение – это близость со всеми вещами. Вот она может быть, когда спадает пелена истории, когда спадает пелена имени чашка, я встречаюсь с чем-то, что неназываемо, но что я могу чувствовать, что могу переживать интимно. И вот, собственно, из той истории про этого Хуанчжаниху и Хуаннэна родился метод Хуадо. В Корее я познакомился с ним в корейской традиции. Но, в принципе, он в Китае еще был. Там Хуато, Владимир знает его из китайской традиции. Я в Корее. Но очень простой метод. Время от времени спрашивать, задавать себе вопрос, что это. И слушать. Слушать просто. Как этот вопрос. И вот здесь очень важно, опять же, чему мы задаем этот вопрос. Можем задавать его просто в формальной практике. Вот завтра утром я предложу это. Мы просто… Ну, там очень важна такая, знаете, телесность, опять же. Важно, что этот вопрос, он не из ума, не из интеллекта, опять же, не из истории, а откуда-то из глубины, вот из тела. Поэтому мы в теле очень хорошо заземляемся. Связь с животом там очень важна, конкретно в этой традиции. Но это просто вот технические моменты, которые нам помогают прийти к этой большей такой экстенциальной позиции глубины. Мы сосредотачиваемся на животе. Сидим, сидим, сидим. Потом в какой-то момент можем задать, в любой момент можем задать этот вопрос, что это? Это вот как удар гонга. Бам! Что это? Откуда-то из живота вот во все стороны одновременно, куда-то в бесконечность. Что это? Вообще вот эта реальность, это что? Я. Реальность. Это что? И здесь нет ответа. Любой ответ, он будет неправильным. В смысле, ответ сформулированный через слова, через историю. Это будет какое-то обобщение, это будет какой-то шаблон очередной. Но это не будет моим переживанием. А переживание, оно оставляет меня вот в этом интимном, но контакте. Интимном, открытом очень контакте с живой реальностью. Вот это просто что это? То есть мы можем делать все в формальной практике время и отремя вот так. Можем его делать в повседневной жизни, встречаясь в любом контакте, с любым объектом. Взял чашку и просил, что это? Посмотрел на небо, что это? Посмотрел в компьютер, что это? Смотрел там, кто это? Вот что-то вот. Все время, да. Все время с чем-то в контакте, и мы можем вот это вот себя раскрывать чуть-чуть, раскрывать, добавлять вот этот вот аспект открытости. Незнание, любопытство в любой момент жизни. Мы также можем это направить во внутренний объект. Сидишь в медитации, и что? И всякую фигню думаешь. Она приходит, эта всякая фигня. И ты заметил ее. Ну, как я могу заметить, вот я посмотрел в окно и заметил там небо, вот оно, раз, небо. Я говорю, и что? Вот я смотрю в окно, а там вот что-то такое глубеет. Я смотрю, и у меня моментально это слово. Что это? Небо. А если я этому слову небо скажу, что это? То это меня куда-то дальше за слова отправляет. Вот это вот возникает. С другим человеком так же можно. Но точно так же, например, со своей мыслью. Вот у меня мысль возникает, там, что-то такое. А что это? И тоже бывает, что мысль просто так, ок, и лопается. Чувство какое-то бывает. Вот захватило чувство, там, раздражение, там, не знаю, любое. Скука, любое переживание. Не могу этому, к этому, что это? И может быть, это тоже раскроет мою вот эту вот такую открытую интимную встречу с просто сырым чувством. Если я не буду это никак называть, я вот просто почувствую, побуду. Я замечу, что это меняется. Я замечу, как это живет. Оно живое там. Такое бы чувство не было. Гнев, гнев, раздражение, раздражение, недовольство чем-то, недовольство чем-то, недовольство собой, недовольство собой. Это что-то живое, если я не даю этому вот такую моментальную шаблонную оценку. Если я встречусь с этим. Не знаю, что мне должно нравиться или не нравиться. Опять же, нравится или не нравится, это уже какая-то оценка. Если я просто начну смотреть и касаться этого, формирую другое вообще отношение к реальности. И вот мгновение за мгновением, если мы это культивируем, то это вообще другое какое-то переживание жизни постепенно культивирует нас. Вот такое как раз живое, интимное. И оно всегда на этой встрече знаемого и незнаемого. Вот. Так что мы завтра это попробуем начать. И вот недельку с этим взаимодействуем. Так что бы это тоже стало частью нашей практики. И вот здесь очень важно, вот еще пару слов таких технических. Во-первых, что мы действительно связываем это с телом, что это не какой-то абстрактный вопрос. Во-вторых, мы не ждем ответа, потому что любой ответ будет неправильным в смысле, что вот такой словесный, какой-то шаблонный, с какой-то историей связан. В-третьих, самое важное, никакой вопрос даже мы задаем. Это может быть, что это там, может быть, как это, может быть, это кто я там, не знаю, кто. Любой вопрос. Самое главное в этом вопросе не слова вопроса, а вопросительный знак, вопросительное состояние, которое у нас это открывает. Это любопытство, интерес и памятование о том, что вообще-то я не знаю. Вообще-то я не знаю, вот я сейчас прям встречаюсь с уникальной реальностью. С уникальной. Вот то, что сейчас у нас рассвело, вот недавно солнце, значит, зашло, пришло, вот это каждый день происходит, это каждый день, да, каждый день, где-то случается каждый день. Он случается и случается. Это что, один и тот же день, что ли, случается? Ну, солнце-то вроде одно и то же. Ну, как, одно и то же, нет, день-то другой, солнце одно и то же, день-то другой. ой, вот сейчас уникальное солнце, играет на доме солнце. Это уникальное солнце, его вчера не было. В смысле, похоже я видел, похоже я. Но не то же самое, потому что того же самого никогда не было вот этого и не будет. Вот эта уникальность, это живое, это интимное, вот оно происходит. Но для этого мне нужно повернуться к этому. И вот, собственно, этот вопрос, этот Коан, даже не Коан, самая вот эта фраза, что это, он может как-то помогать этому. В общем, все. Я давайте сейчас прочитаю, что мы написали. И потом, еще чуть-чуть, недолго совсем еще поговорить, если у вас будут какие-то отклики. Влад написал, музыка в тишине, тишина в музыке, форма пустота, пустота обретает форму. Полина, я есть, кто это я? Там за стеной готовится взлетать стиральная машина, шуршит вода из крана. Собака смотрит на меня в окно, звук гонга тает. Кто это сидит? Я есть, светло. Вот мне кажется, это именно про это, так же, как и музыка у Влада была. Вот это именно про это, про эту интимную встречу. Она пишет, ты же, вот Алина, в простых вещах. Там это стиральная машина, какая-то собака. Ну что? Ничего особенного. Но это живое. Мы слышим эти... Вот здесь как раз еще про взаимодействие с историей. История, родившаяся из живого опыта, она тоже часто бывает более живой какой-то. Более живой. Мы это слышим чувства. В поэзии это часто проявляется. Владимир. Бледный свет смешался с утренним телом. Утро пришло незаметно. Куда исчез сумрак ночи? С туманов ярче и контрастней проступили обрывки мыслей, ожиданий, планов. Открою глаза. Где они? На стене соседнего дома морозный взор. Так. Тут дальше это я уже читал. И Маша пишет. Выхожу в день, как в путь. Да. У меня же тоже что-то было написано. Сейчас я забыл свое скинуть. Да, вот мое. Что-то тает внутри и тает. И нет этому конца. Вспомнил, как пускал в детстве щепки кораблики в быстрых весенних ручьях. Окей. Хотите ли вы как-то еще откликнуться? Может быть, не длинно, если можно. На то, что я говорил, на все это наше. На все это наше. Ну, кажется, нет. Тогда можем включить камеры, кто хочет и может. Посмотреть друг на друга. Послать какие-нибудь лучи добра, благодарности и все, что захочется сейчас передать друг другу. Спасибо за соучастие, за встречу. Открытость. НАТО сегодня приглашает желающих 12 часов по нашему времени, по центрально-европейскому, то есть там переведите на свое, по той же ссылке на встречу, как-то, соматическую встречу. То есть соматические практики она хочет предложить. Так что, кто хочет, кто может, приходите телом позаниматься и поосознавать это, что же практика осознанности. Вот и так, как обычно, все вечером сегодня и завтра утром. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok